Привет, это Степский, в Дубае. Я рассказываю про недвижимость и сам, когда пересматриваю эти ролики, в принципе, перечитываю то, что я пишу, мне кажется, самому кажется, блин, ты какой-то лохотрон вообще, какие, блин, прибыли по 50% в год, о чем ты, блин? Но оно реально существует, то есть реально есть недвижимость, любая, которую, если купить сейчас, то через год она вырастет на определенный процент и можно выйти из сделки, получив до 50% прибыли. Это называется флиппинг. Мы его сейчас активно изучаем и, в принципе, предлагаем клиентам. Есть уже люди, которые готовятся приобретать недвижимость с таким планом. И оно подтверждается цифрами. То есть в Дубае есть открытая база всех сделок с недвижимостью, которая называется Dubai Land Department, департамент земли и строительства в Дубае, который выкладывает данные по всем сделкам. Где куплено, за сколько куплено, вплоть до того, какой номер квартиры куплен. Это открытая информация, ее можно проверять, ее можно видеть. Есть информация о том, за какую цену что сдается. То есть можно на основании этого анализировать, что если я куплю вот в этом здании за такую цену, а потом сдам вот за такую цену, и они подтверждаются обе цены, то какой процентный доход я буду получать в год. И, ну, это ROI называется, Return of Investition. И если в России у нас отдача от покупки недвижимости 3-4%, то здесь доходит до 8, 9, 10, 12 в ряде случаев. Вот. И когда я пытаюсь это людям рассказывать, объяснять, я сам понимаю, что это звучит как какая-то фигня, как просто какой-то лохотрон, что вот смотрите, купите недвижимость, вы будете зарабатывать 50% в год. Нет. Ну, есть нюансы, согласен. Я пытаюсь их тоже объяснять, рассказывать. Есть минусы в этих схемах, есть сервисный сбор, который нужно платить ежегодно, и который снижает рентабельность этих инвестиций. Но даже несмотря на все это, схема до сих пор рентабельна. И все вот эти вот сомнения в этой схеме, они все решаются рядом аргументов. Многие говорят, что ну, мне кажется, там рынок Дубая перегрет. То есть стоимость недвижимости такая высокая, что дальше она будет снижаться. То есть произойдет пик. Но я же вижу, что Дубай продолжает расти, причем бешеными темпами. Сюда и народу больше едет, соответственно, потребность в недвижимости возрастает. Сюда и денег больше вкладывают, соответственно, и цена средняя за недвижимость растет. Я вижу, есть четкие подтверждающие аргументы, что рынок не схлопнется через год-два. Он будет расти еще до 28-30 года плюс-минус. А то и дальше, кто его знает вообще. И при этом так получается, что Дубай настолько безопасная и спокойная зона сейчас в мире. Вообще вот в ближней области, на Ближнем Востоке, тут спокойно в целом в мире. Это максимально спокойное место для вложения денег. Для того, чтобы их положить, сохранить на какое-то время. Положить и приумножить и так далее. И люди со всего мира понемногу это понимают. Сюда едут европейцы, американцы, австралийцы, с ЮАР, с Ближней Европы, наши русские. Очень много приехало в последний год и вложились сюда. И этот процесс продолжается. И нет предпосылок к тому, чтобы это как-то сильно изменилось в ближайшее время. То есть у правительства Дубая и Арабских Эмиратов в целом есть план до 2040 года по развитию города и страны. И этот план не то чтобы прям какой-то невероятный. Он простой, он достаточно. То есть мы увеличим на 70% такие-то площади туристические. А, нет, на 400% мы увеличим туристические площади. На сколько-то процентов увеличим прибрежную линию. Есть там тоже планы. Столько-то будет построено. И в принципе я вижу, это подтверждается. И в итоге все складывается к тому, что цифры, которые я называю, вот эти возврат инвестиций, рост стоимости недвижимости, они подтверждаются. Они реальны. Но выглядят сказочно. Поэтому моя задача сейчас это доказывать, объяснять, что на самом деле вложение в Дубай это не фикция. Это реально работающие инструменты, которые позволяют получить гораздо больше денег, чем ты вложил. Мы в России настолько отвыкли от этого. То есть мы десятилетия живем с мыслью, что куда ни вложишь, все сгорит. Да. У тебя либо отнимут, либо рубль упадет, либо еще кто-то обанкротится, либо тебя просто шваркнут и заберут деньги. А здесь такого нет. И нам это как-то неожиданно и непривычно. Такие, да ладно, блин, ты вложил миллион и получил полтора. Серьезно? И никто тебя не накажет за это и не отнимет? Блин, нет. Ну, невозможно здесь это. Поэтому подписывайтесь. Слушайте, ну, смотрите вот эти блоги. Я вам расскажу, почему это именно так. Я вам докажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!